Царевны прекрасные, богатыри и жар птицы. Девятый благотворительный фестиваль по художественной гимнастике Алина состоялся в Москве. Полтысячи юных спортсменок съехались на праздник спорта и искусства. Программа фестиваля в этом году была посвящена сказкам. В зале большая часть зрителей традиционно воспитанники детских домов и подростки с ограниченными возможностями. С юными участницами и их кумиром, знаменитой Алиной Кабаевой, пообщался мой коллега Александр Мастославский. Там царь кощей над златом чахнет, там русский дух, там руси пахнет. Мы рождены, чтобы сказку сделать бы люди веснышнего девятого фестиваля художественной гимнастики Алины. Возможности этого вида спорта и способности гимнасток оказались поистине безграничны, а вера в собственные силы, всепобеждающие. Эти девочки доказали, что могут справиться не только с художественными и спортивными задачами, но и с драматическими. Фестиваль Алина – это уже не столько шоу, сколько настоящий спектакль, где тренер превращается в режиссера, а гимнастки – в актрис. Выступление на фестивале сборной России по художественной гимнастике – наглядный пример, к чему нужно стремиться начинающим гимнасткам. Сначала тебе кажется с виду, что это все легко, эти прыжки, а на самом деле это сложно. И если ты не будешь плакать и будешь всегда стараться, у тебя всегда все получится. И вот. А гвоздем программы стала жар птица. Точнее целых две. Гимнастки, сестры-близнецы Дина и Арина Аверины в балетных пачках под музыку Стравинского на гимнастическом ковре были не менее убедительны, чем балетные примы на театральной сцене. Мы очень много работали над руками, чтобы показать образ, сделать из рук крылья, чтобы было все красиво и гармонично. Мы должны своим движением показать, что мы птица. Этот уникальный номер поставила заслуженный мастер спорта Ирина Зиновка, а костюмы буквально конструировали лучшие спортивные модельеры. Спортсменка, работая в этом костюме, ловит мяч головой, прижимает его ногой и переводит через спину. Это, понимаете, это изначально работа художника и хореографа. А всего шили около 500 оригинальных костюмов. Столько же юных спортсменок задействовано в этом празднике спорта и искусства. Как всегда, на фестиваль Алина начинающие гимнастки съехались со всей России. И практически каждая имела возможность получить персональный мастер-класс от олимпийской чемпионки. Не экономьте силы, хорошо? Да. Ты умничка такая, хорошенькая девочка, такой богатырь у нас. Вы все молодцы. А ты стопочки себе никогда делаешь, грамбатман в сторону, хорошо? Ладно, красиво у тебя получается. Все, не волнуйтесь. Хорошо, получайте удовольствие. Все, буду смотреть на вас. Алина Кабаева, организатор фестиваля, буквально жила в этом зале последние 4 дня. Лично корректируя каждый номер, проверяя звук, свет и сценические конструкции на прочность. Признается, именно о таком празднике в детстве мечтала и сама. Точнее, тогда и мечтать не могла. Когда я приехала в 95-м году, художественная гимнастика была, ну, я думаю, что только в Москве. Вот. А сейчас в разных регионах. Вот к нам дети приехали. Удивительно, с Якутии они летели 10 часов. Смотрите, какая у нас страна. 10 часов летели дети. Я говорю, ну как вы, как вы долетели? Все хорошо. Я очень счастлива, что в Якутии есть шикарные дети, хорошая школа и спасибо тренерам. Якутские спортсменки оказались особенно убедительны в зимней сказке. Уверяют, в их национальных танцах и северном характере много общего с художественной гимнастикой. Здесь дух детства. Здесь дух красоты, чистоты, любви. И здесь дети уже, еще они не заражены жаждой успеха, жаждой побед. Они заражены жаждой любви к художественной гимнастике. И я счастлива, что Алина уже 9 лет подряд этих детей находит, забирает, привозит, организовывает и показывает. В этом году на фестивале Алина дети не только пели и танцевали, но и читали лучшие русские сказки. А Дмитрий Певцов, Марина Александрова, Николай Басков и Дмитрий Билан помогали сделать сказочных персонажей узнаваемыми, понятными и современными. А сегодня дети сделали шикарную сказку. Они должны сами создать свою сказку и быть героями в этой сказке. Если они это смогут сделать, еще найти свою трофенку по жизни, то у них все получится. Александр Мостославский, Никита Глебов, Кирилл Пекторинский.